Итак, авторский салат под названием Воскресный готов! Получился действительно красивым! Привет всем! Вы на канале у Татьяны. В сегодняшнем видео мы вместе с вами приготовим очень вкусный салат под названием Воскресный. Почему я называю его Воскресным? Потому что по воскресеньям я его часто готовлю. Этот салат достаточно прост, готовится быстро и состоит из минимума ингредиентов. Но в сочетании они получаются очень вкусными. Этот салат слоеный. Итак, начинаем! Для такого салатика нам понадобится куриное мясо. Я взяла 2 куриных бедрышка. Можно их отварить, можно запечь. Предпочитаю запечь. Запекла. Теперь нам понадобится еще 2 отварных картофеля среднего размера. Маринованный лучок. Один крупный. Я замариновала и нарезала его мелкими кубиками. А также один чеснок. Крупный. Еще нам понадобится 2 огурчика. Можно маринованных, можно квашеных. И еще мне нравится этот салатик с грецкими орехами. Грецкие орехи я обжарила и мелко нарезала. Заправлять салат мы будем сметаной и майонезом. 1 столовая ложка сметаны, 1 столовая ложка майонеза, соль и перец по вкусу. Так как первым слоем у нас будет картофель, натираем его на крупную терку. Чтобы картофель не прилипал, советую смазать терку подсолнечным маслом. По желанию можно картофель мелко нарезать. Как видим, в этом салате достаточно простые ингредиенты, доступные для всех. Попробуйте такой салатик, вы не пожалеете. Огурчики тоже натираем на крупную терку. Именно в этом салате лучше всего сочетается со всеми другими ингредиентами квашеные или маринованные огурчики. А теперь приступаем к мясу. Верхнюю кожицу снимаем, она нам не нужна. Берем бедрышко, удаляем косточку и нарезаем мелко. Достаточно мелко. Стараемся кубиками, но как уже получится. Тоже проделываем их с другим бедрышком. Именно в этот салат подойдет бедрышко. Я уже пробовала и с куриным филе, но салат получается чуть-чуть суховат, а с бедрышком получается сочным и вкусным. Нарезаем бедрышко на мелкие кубики. Нам осталось сделать соус. Берем майонез и сметану. Добавляем майонез к сметане. Берем чеснок. Пропускаем его через чесночницу. И хорошо смешиваем. По желанию можно добавить сюда каких-то приправ или специй. Например, черный молотый перец. Я этого делать не буду. Хорошо смешиваем, чтобы чеснок, сметана и майонез соединились. Получается достаточно вкусный соус. А теперь, когда все ингредиенты нарезаны и готовы, приступаем к сборке салата. Первым слоем у нас будет, конечно же, картофель. Берем кольцо, выставляем его на середину блюда и немного картофеля на дно выставляем. Желательно картофель распределить по всей поверхности кольца равномерно. И, конечно же, утрамбовать. По желанию можно картофель подсолить и поперчить. Я смешала соль и перец вместе и, конечно же, подсолю и поперчу. Так салат получается контрастнее. Берем соус и щеточку. Немного соуса наносим на щеточку и распределяем сверху картофеля. Если вы не кушаете майонез, можно его не использовать. Просто сделайте соус из сметаны и чеснока. Получится тоже вкусно. Следующий слой маринованный лучок. Немного маринованного лучка распределяем по всей поверхности кольца. С помощью щеточки разравниваем лучок. И немного соуса наносим сверху лучка. Буквально немного. Третий слой куриное бедрышко. Аккуратно по всей поверхности распределяем его. Я люблю именно запеченное мясо. В салате оно действительно получается намного вкуснее. Вы попробуйте и напишите мне об этом в комментариях. Утрамбовываем. И снова делаем слой соуса. Теперь берем огурчик и снова делаем слой из маринованного огурчика. Утрамбовывать его не нужно, потому что весь сок из него извлечется. И салат потечет. Аккуратно распределяем по всей поверхности кольца. Следующим слоем у нас будет картофель. Тоже разравниваем его. Картофель можно и утрамбовать. Не забудьте его подсолить и поперчить. Наносим слой соуса. И в завершении у нас будут грецкие орехи. Действительно, этот салат с грецкими орехами получается необычным, но очень-очень вкусным. И не забудьте поджарить орехи. Если вы их не поджарите, вы не получите того изысканного вкуса этого салата. Берем орехи и посыпаем сверху щедро, потому что с орехами получается действительно вкусно. Распределяем орехи по всей поверхности кольца. Итак, авторский салат под названием «Воскресный» готов. Получился действительно красивым, даже можно сказать праздничным, аппетитным, вкусным, сочным. Если такой салатик вам понравится, жмите на лайк, ждите новые видео и до новых встреч. Пока-пока!